Азербайджанские традиции, азербайджанская кухня и, конечно, азербайджанское гостеприимство. Всем этим сегодня был наполнен шатер Рамадана, который продолжает свою работу в Москве в рамках месяца Рамадан. Портал Москва-Баку, посещая вечер Азербайджана в шатре, убедился в очередной раз, что азербайджанцы очень открытые, дружелюбные и общительные люди. У нас дом открытый всегда. В моем доме много гостей. Друзья мужа, мои друзья, родственники из Баку много приезжают. Даже когда я была маленькая, уже мы жили в Москве, все равно у нас было очень много друзей, которые к нам приходили. Дом всегда открыт. Поэтому для меня гости – это святое. Наверное, как для любого мусульманина. Гости – это святое. Дом всегда открыт для гостей. Азербайджанцы – они очень общительный народ. Очень. Они и накормят, и напоят. И самое главное, у меня не очень типичная азербайджанская внешность, потому что у меня мама русская. Да, у нас смешанный такой вот. Смешанный Советский Союз, как я всегда говорила. И приезжая в Баку, ну, запыла, да, новые здания. Я немножко потерялась. За руку возьмут и доведут. Да. То есть там понимают русский язык, там говорят по-русски. Никто никого не обижает, никто никому ничего плохого не делает. Организаторами вечера Азербайджана выступил фонд Гейдара Алиева в Москве. Главным же организатором всего проекта «Шатер Рамадана» выступает благотворительный фонд «Закят». Генеральный директор фонда в беседе с порталом «Москва-Баку» отметил, что вечер Азербайджана в шатре Рамадан каждый год проходит очень насыщенно. И это главный показатель того, что люди хотят донести свою культуру и ценности ислама. И, конечно, ифтар вечер – это прежде всего неотъемлемая часть поста у мусульман, которая имеет свой глубокий смысл. Ифтар – это вот та точка, когда люди собираются, люди вместе радуются. Ну, первая радость, как говорится в одном из хадисов, то, что одна радость – это будет во время ифтара. Действительно, когда целый день ты не пьешь, не ешь, то есть у тебя глоток воды, ты чувствуешь. То есть обычно мы же в повседневной жизни, ну, вода – вода, ну, финик – финик, ну, вот еда – еда. То есть здесь ты чувствуешь еду, ты начинаешь различать вкусы. Ты, когда пьешь воду, она становится сладкой. Это реально так. То есть ты чувствуешь вкус воды. И ты вот за это благодаришь Всевышнего. И когда мы все вместе собираемся, мы благодарим Всевышнего за то, что Он нам предоставил такие возможности. Мы знаем то, что в мире не у всех есть возможность спокойно кушать и так далее. И в том числе мы в своих молитвах упоминаем тех людей, которым на сегодняшний день трудно. И мы начинаем чувствовать вот этот вот момент. Ну, вот мы голодные были в течение дня. Мы начинаем чувствовать голод немножко. То есть мы понимаем уже, чуть-чуть начинаем разделять чувства тех людей, которым трудно. И мы становимся чуть ближе к ним. И, ну, как сказать, наши мольбаны становятся искреннее, душевнее. Многие из гостей сегодняшнего вечера стараются посещать вечера и других республик. А для кого-то этот вечер стал первым и получился вечером дружбы народов. Так как я азербайджанка, я очень хотела попасть на День Азербайджана. Это мой первый день Азербайджана, именно в шатри Рамадан. Вот. И наконец-то я сюда попала. Вот у меня тут подруга татарка сидит. То есть это все-таки объединяет всех. Вот. Я рада все-таки быть соучастной в этом мероприятии. И желаю, чтобы все вот так же объединялись, приходили, видели друг друга именно в шатри Рамадан. Угощали гостей праздника национальными азербайджанскими блюдами, азербайджанскими сладостями и ароматным азербайджанским чаем. Рассадите накормить всех гостей, которых более 200 человек, помогают волонтеры, среди которых есть и русские мусульмане, как Анна Солдаткина. Ислам она приняла пять лет назад и сегодня готова поделиться своими знаниями и своей верой с другими. Если кто-то придет сюда, я буду рада с ними пообщаться про ислам, про религию. Вообще можете приходить в соборную мечеть, там есть музей. Я тоже там работаю, волонтер, и хочу быть экскурсоводом, иншалла. Приходите в шатер, есть очень много интересных людей. Приходите, пожалуйста, мы вас всех очень ждем. Скульптура Азербайджана гостям вечера помогли познакомиться воспитанники мусульманской школы Ресалят, прочитав трогательные стихи про Азербайджан и праздник Рамадан. В мир прекрасного звучания азербайджанских мелодий погрузили взрослые вокалисты, исполнив национальные напевы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok